Как не цепляться за мысли? Вот эти мысли как раз, почему они приходят? Они приходят тоже как эмоции, вот этот шум информационный. Подсознание обрабатывает информацию и дает тебе инструкции, как делать. Соответственно, что нужно сделать? То есть, вариант, либо ты какую-то осознанность свою развиваешь, но у меня это не сработало. Либо ты просто вот эти ненужные алгоритмы, вот эти ненужные программы левые включены, потому что в фильмах насмотримся, много каких-то информационного мусора наслушаемся, и потом начинает это все у тебя подсознание обрабатывать. За время сна не обработалась вся информация, оно потом тебе начинает думать, думать, кидать тебе, что подумай над этим, подумай над этим, вот этот лишний мусор. То есть, его можно как очистить, просто, да, там, сделать проработки, там, грибы, микродозин хорошо убирает мысленный диалог, либо, ну, там, вот там, медитируйте, включайте осознанность и учитесь, то есть, наблюдать за этими мыслями, которые, как облака, пролетают по вашему чистому уму. То есть, можно так сделать. Но в любом случае они будут пролетать, а вы будете за ними смотреть. Может, вы не будете вовлекаться, будете все равно, они будут все равно вас отвлекать. Поэтому лучше, конечно, вот эти алгоритмы подсознания, да, в виде эмоций, ненужных мыслей устранить, да, ну, проработать. Грибы, гипнотерапия, есть, то есть, это техники работы с подсознанием. Не обязательно, что это гипнотерапия, грибы. Там есть много разных способов менять подсознание, как можно через тело влиять на подсознание. Есть люди, которые через тело могут менять программы, то есть, у них такой талант. Вот, есть люди, которые через какие-то эмоции меняют программы, но там фильм какой-нибудь, вот есть, ну, фильмы классные, да, которые меняют жизни людей. Знаете, это такое, что 10 фильмов, которые меняют жизнь человека. Там, там, 7 жизней, там, какие-то, я помню, там, 10 дней счастья, какие-то фильмы, там, с Олд Смитом. То есть, человек посмотрел эти фильмы, режиссер талантливый вложил туда какие-то программы позитивные. Человек это понял, у него поменялось мышление, да, там, он что-то осознал. Вот, то есть, тоже все работа с подсознанием, то есть, через картины, то есть, это через красоту, через эмоциональный фон можно на подсознание влиять, через физические какие-то практики, да, через тело, какие-то инструменты физические, либо через работу с подсознанием, ну, через вот гипнотерапию. Это уже работа именно с непосредственно с этими алгоритмами. То есть, это как раз касаемо, как, то есть, нужно отключить, да, в идеале, ненужное влияние подсознания на нас, убрать этот мысленный диалог и убрать вот эти ненужные эмоции, которые вам не нужны, они непродуктивны, вообще неадекватны, да, вот эти страхи, которые люди испытывают. Страх, это вообще, ну, ненужная эмоция, да. Она нужна в моменте, когда есть реальная опасность, да, когда там есть угроза вашей жизни какая-то. Там, крокодил на вас, блядь, бежит, там, лев, машина едет, да, там, какая-то опасность упасть, да, реальная есть, то он нужен, страх, да, вы от него не убежите. Но есть страхи, которые абсолютно, ну, опасности реально нет, а страх есть. Это нужно все убирать, да. То есть, убрать влияние подсознания, первый, да, шаг, как работать с подсознанием, нужно убрать вот это, убрать влияние негативное подсознание на нас. Подсознание на нас постоянно влияет. Как там из речения Плутарха слышали, помните, да? Ты правишь и тобой правят. То есть, мы управляем, у нас есть право выбора, да, и нами тоже управляют. Правда, он Плутарх про государство это говорил, но это касается, в принципе, нас тоже. Мы тоже как государство один человек. То есть, у нас есть правительство, наш разум, и есть подсознание, да, это вот народ, так скажем. То есть, смотрите, мы можем управлять своей жизнью, и нашей жизнью управляет подсознание демоны, в том числе. Почему Бог нами тоже управляет, да? Тоже нами же Бог управляет. Часто люди говорят, что я услышал от этого человека какую-то информацию, как будто Бог мне сказал, да, через него прям. И человек может даже не понять, почему так происходит. Потому что мы бессознательно, то есть наше подсознание, бессознательные уровни психи, они пронизывают вообще всю Вселенную. То есть, с любого уровня Вселенной, там, существа, которые выше нас, там, да, глубже находятся, они тоже могут включаться на нас, влиять, передавать через нас какую-то информацию. Какие-то моменты жизни, там, бывает, что люди, там, почувствовали какую-то опасность за секунду, вот это, там, вышли, там, например, из машины, там, или опоздали на самолет, который должен разбиться, да, там, или, там, притормозили в нужный момент, там, и авария с тобой не случилась. То есть, включаются какие-то, там, случайности, да, так называемые, да. Может быть, это, конечно, и случайности. Можно сказать, что это некое управление свыше, когда ты идешь не туда, и тобой подруливают, где-то притормаживают, где-то ускоряют. Вот. На мухоморе это, кстати, тоже хорошо действует. Мухомор, он так, наверное, Максим рассказывал, ему прям грипп объяснял. Максим Шаман, который, ему прям грипп объяснял, что я, говорит, буду тебя притормаживать, иногда где-то ускорять, иногда притормаживать. Время твоим, буду временем управлять, чтобы ты был, ну, не попадал в какие-то негативные ситуации. То есть, вот так, такая логика, да. Вопрос к тому, что нами тоже управляют. То есть, нами управляют какие-то высшие силы, там, да, хорошие, плохие демоны, и управляют наши, вот эти алгоритмы, наше личное подсознание, наш личный опыт. Вот мы сейчас больше этого даже касаемся. И он, вот этот личный опыт, он управляет нами, там, неадекватно, вот есть негативные. И наша задача, ну, задача разумного человека, если ты хочешь жизнью свою управлять, нужно, чтобы ты управлял жизнью. И настроить свое подсознание таким образом, чтобы оно тебе не мешало жить и проявляться, а помогало, вот. И как раз с уровня сознания мы не можем эмоциями, да, мы не можем эмоции заглушить, управлять, сказать, ну, не сказать страху, уйди. То есть он все равно происходит. Но мы можем настраивать подсознание, то есть мы можем делать настройки, менять его. Именно вот как пилот, да, есть вот пилот самолета, есть пилот, который управляет самолетом, а есть автопилот. Вот. И что делает пилот? Он настраивать может автопилот. Ну, или там на яхте, например, если вы плавали, да, на яхте там ты устанавливаешь курс как пилот, и потом идешь, блядь, ночью, правда, так нельзя делать, ночью спать ложиться, когда ты под парусами идешь. Ну, мы так делали, русские беспредельщики. Поставил автопилот и херачишь там, блядь, из Санторини в Крид, на остров Крид. И спят все, короче. Вот. Автопилот, то есть сознание спит, ты настроил его, и там яхта или твое тело, то есть оно фигачит. Вот. То есть мы можем, автопилот это как раз подсознание, да, мы можем настраивать это подсознание. И для этого мы можем использовать психотехники какие-то, да. Психотехники, ну, то есть это гипнотерапия, там грибы мы используем, различные аффирмации, там есть различные там способы работы. Ну, то есть много, то есть смотрите, с подсознанием не только гипнотерапия работает, и просто это самый крутой инструмент, который прям до алгоритма добирается. Но есть другие способы, там всякие перепрошивки, там кто-то какие-то пишет записи там руками, чтобы подсознание тоже записывало эту программу. То есть существует много способов. Мы сейчас не говорим там, кто круче, какой, кто какой не круче. Просто это имеется в виду, что есть некие психотехники, можно их просто и поизучать, посмотреть, какие они бывают. Но я вот как бы рекомендую гипнотерапию. Почему? Потому что оно самое быстро работает, самое эффективное. Один раз сделал проработку, у тебя алгоритм поменялся, все, ты стал другим человеком. В том плане, что по-другому начал себя чувствовать. Подсознание начало себя вести вообще по-другому. Нет уже негативных эмоций. Оно тебе не мешает проявляться, наоборот, тебе помогает, дает тебе ресурс, дает тебе поток. Вот это гипнотерапия делает, да? Ну, либо другие техники. Вот это один инструмент. С помощью психотехник. Вот мы меняем алгоритмы работы подсознания, настраиваем свой автопилот в рабочее состояние, да? Вот как, да, вот как если взять технически, как это делается, да? Вот пойти прямо в программный код туда, да, как это происходит. Сейчас объясню на примере, на примере, ну, давайте гипнотерапии, да? Это такая хакерская технология. Гипнотерапия – это хакер, который зашел, вот у вас есть по методу, например, регрессии, да, про регрессию расскажу, чтобы вы поняли, как логику. То есть у вас есть исходный файл какой-то программы, это психотравма, ядро. Это, ну, исходный файл, это то есть начало какой-то эмоции, ну, когда она началась первый раз, когда код начали писать. Это в подсознании, этот исходный код, да, он зафиксирован как воспоминание определенной ситуации. В этом воспоминании записана как раз вот эта эмоция, которую подсознание использовало, чтобы выйти из этого, из этой психотравмы. То есть там записывается, подсознание записывает все эмоции, все, что происходило вокруг, все вот эти триггеры записывает. То есть это такой файл, в котором есть полная информация о случившемся. И вот когда человек попадает в какую-то ситуацию и подсознание видит, что вот какой-то признак, да, какой-то фактор, например, там, подул ветер или солнце светит под определенным углом, было то же самое вот в том исходном файле в ядре, то же самое было, совпадение произошло, подсознание, это триггер называется, это подсознание, ага, то есть в прошлый раз солнце светило справа, нас чуть не убили, и сейчас солнце светит справа, значит, нас могут убить, значит, включаем страх, говорим этому придурку, которая там, блядь, ни хера не одупляет, чтобы он оттуда быстрее бежал, там, с этой яхты, там, или там, с улицы, там, и включается паническая атака, и человек автоматически бежит, то есть подсознание таким образом, ну, это делает. И, соответственно, наша задача в гипнотерапии, да, прийти вот в этот файл и сделать его нейтральным, убрать там этот страх, то есть мы убираем, нужно выразить инстинкты все, для того, чтобы вот этот заряд снять, убрать все эти негативные чувства, и самое главное, понять урок, то есть понять, для чего эта ситуация дана, ну, вот осознать вот это, то, что называется интеграция, ну, или по-другому урок пройти. И когда вот это осознание происходит, ты все очистил, освободил, осознание произошло, все подсознание, этот исходный код, он изменился, то есть все то же самое осталось, но вот этой негативной окраски, опасности в этой ситуации нет. Все. И тогда подсознание в следующий раз видит, как солнце на тебя светит под углом, а, ну, все, это уже не опасно. Записи нет, что это какая-то опасность для жизни есть, и у тебя не включается. То есть и как раз гипнотерапия, она вот находит эти файлы, и их меняет, делает их нейтральными, и все, и меняется алгоритм обработки информации. Понимаете, да? Есть там способы, ну, работы с сценариями, там уже, ну, там, ну, работа с сценариями, это другие технологии, я там глубоко в них не погружался, это когда сценарий перепишивается, но это очень похоже, ну, вот есть еще работа с частями, или это работа с демоном. Часть — это такие, ну, участки нашего тела, да, которые призваны какую-то выполнять функцию, защищать нас, точно не какую-то, но как раз они отвечают за то, что, вот, например, когда мы, например, ну, то есть за привычки, например, когда ты, ну, вот свет выключил два раза, в общем, да, дома, со сознанием, потом у тебя, это в автопилот переходит, вот этот навык, какая-то часть появляется, которая, твоего подсознания, которое обслуживает выключение света, потом есть часть, которая отвечает за язык, да, автоматически, там, за управление машиной, там, за готовку, в боевых искусствах, то есть у тебя есть какие-то части, то есть это наши, части нашего подсознания, которые, ну, выполняют какие-то отдельные функции, вот, и есть вот методики работы с этими частями, то есть они там свой интеллект имеют, можно прям с ними взаимодействовать, то есть это как типа разумная жизнь в нашей жизни, по-другому это еще, эти части называют демонами, да, потому что они, ну, как живые существа, потому что там, у них там, то есть, смотрите, подсознание, это не просто там, то есть это подсознание, совокупность всяких программ, психотравм, сценариев куча, они там могут быть, блин, взаимопротиворечивыми, противоречивыми, там, взаимоисключающими, то есть это такой хлам, все там есть, да, целая вселенная, и какие, то есть есть методики, которые работают с этими частями, отключают эти части, там с ними можно договариваться, как раз вот работа с демонами, это и есть, по сути, работа с частями, то есть ты договариваешься со своими частями личности, а демон кто такой? Демоном считается, это та часть, которая уже взяла управление жизнью, да, когда какая-то часть, которая призвана тебе, например, свет выключать или машину управлять, она начинает управлять твоей жизнью, выходит на соседние территории, захватывает, то есть лишние функции, и вот это называется демон, это если взять уже термонологию НЛП.